друзья всем привет сегодня герой программы не мишлен известный казахстанский блогер гражданский активист алия есенова у али есть свой небольшой бизнес это спасал он какао здесь рядом также есть бьюти салон какого сейчас узнаем как она ведет свой бизнес и дадим ей задание как ваши дела хорошо пойдемте на улицу лежим погода классная я думала ляжем на массаж разденемся это это кстати тоже нас ждет лишь но какого же год до прошлом году на дни рождения у вас благо открытие как бизнес нормально работает на основном небольшой как бы клиентов много больше объем не можем принять сколько вместе зарабатывается но мы 50 на 50 с мастерами работаем ну считайте в день мы можем принять максимум 22 человека 22 у нас не очень среди чек это 10 тысяч ежедневно около 200 тысяч но половину мы отдаем мастером 100 тысяч 3 миллиона тенге аренда аренда кому услуги налоги и так далее но много не остается 1500 600 может быть 500 600 вам лично хватает ну-ка кредит закрыть на машину закрыть хватает за газа машину за квартиру машина нет и рыда а 500 тысяч тенге но мне кажется что инстаграм вам приносит гораздо больше на самом деле нет только вам видимо столько приносит инстаграм еще больше нет на самом деле большую часть до 85 процентов того что я там рекламирую или рассказываю это как-то мои друзья знакомые товарищи и так далее бесплатно просто ну я не могу отказать или просто какие-то вещи которые хочется рассказать и как-то но это честно вот и я как-то бесплатно рекламирую но люди открывают салоны спа-центры в надежде на то что это будет приносить очень хороший доход если это не приносит больших доходов зачем заниматься бизнесом но у каждого человека понятие очень хороший доход в определенное время она разная тот момент когда я открывал салон мне вообще никакого дохода не было я только вышла с декрета и у меня там была какая-то небольшая сумма часть я отдала за квартиру а остаток ясну сюда вложила до соответственно то в рассрочку ну остаток денег и сюда вложил для меня это в принципе неплохо было потому что хватает засаде хватает за кредит а сейчас уже маловато конечно маловато поэтому мы дальше открыли еще один салон здесь просто скоро все будет знаете в какао сколько платье аренда если не секрет секрет мало не столько сколько это не моя тайна то есть вы единственный владелец этого бизнеса ну можно сказать и так можно сказать или точно можно сказать ребят я просто не умею считать поэтому есть второй человек у у него есть определенный процент который считает вот это все подбивает потому что я но очень у меня здесь всегда цифровая дислексия я не умею считать просто я занимаюсь бизнесом и знаю что например если ты оставляешь там свой бизнес хотя бы на недельку да то приезжаешь и у тебя уже там из 9 с кредитом знаете собрать очень сложно а у вас месяц не было на кипре ну в Казахстане были на кипре есть определенный человек который занимается финансами и вообще он занимается всеми моими финансами включая там и кредиты и там кому слуги садик и так далее потому что я не умею управлять вообще деньгами ну как 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 бухгалтер он друг и так далее но просто я не умею управлять деньгами и я ему там звоню говорю вот там то 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 надо вот не знаю скидываю какие даже билеты я не покупаю вот и он этим занимается и когда деньги кончаются он говорит нету вот и это надо заработать ну типа того как бы в общем он этим занимается давайте посмотрим какие у вас цены посмотрите цены у вас по-моему хорошие вообще у нас недорогие цены минус один килограмм в день да это что суда ну это обертывание и так далее по-быстрому снять отеки 20 тысяч тенге до стоит смотрите вот у нас например основные наши программы 10 тысяч тенге стоит вот 11 тысяч тенге ну и так далее то есть в принципе их и берут там даже за 18 не ходят в принципе это одно и то же все смотрите смысл какой можно было взять тайцев да на тайцы стоит в месяц тысячу долларов их зарплата потом у них получать налог на каждого и так далее это очень дорого наши мастера они работают в каких-то детских поликлиниках за 1000 тенге делают массаж то есть за полторы то что им перепадает когда я стала брать именно мастеров у нас могу санитарной книжки показать они все у нас с дипломом медицинским среднем высшим образованием среднем специальном да я им говорю ребят ну сколько вы вот там получали они говорят ну там тысячи полторы тысячи за массаж я думаю ну наглить не буду я говорю но если там две пятьсот я буду платить они вообще отлично это в два раза больше чем мы получали ну сколько я поставлю за массаж 5 тысяч ну по городу то он 10000 стоит но цена не оправдана если мастера с удовольствием готовы работать за там за 2 500 за 3000 тогда я и массаж ставлю по 5000 но сами программы составляла моя сестренка мне было некогда как будет здесь там подшаманивали чё-то чё-то и как бы она сидела беременна и писала да она мне нравится у вас заходишь чувствуешь такой аромат что-то такое вкусненькое это вишня это было дома я сюда заходила до лишь у вас здесь не до массажа от алии сеновой языком так я не умею делать массаж кстати вы же кстати в одном в одной из публикации в инстаграм сказали что человек который занимается определенным бизнесом он должен быть экспертом в этой области но я эксперт как клиент да да я разбираюсь когда мне можно мне получить массаж от ильи сеновой блин я плохо делаю ну ладно попробую итак друзья наше первое задание алия истинова должна сделать мне массаж в своем спа салоне я хочу лечебный восстанавливающий антицеллюлитный японские к японской казахский массаж я чувствую себя как тайская добро быть даже во франции всегда мне пламос индонезия алюш сможете я не умею делать ну вы раздеваетесь вообще не умеете я не умею я я вам хочу другой сделать как у нас особо при мужчина почти мне показали я же вот училась на психолога и мне показали да это знаете называется тонатотерапия вот круче сейчас это ложитесь это получается для тех у кого гиперконтроль для нас с вами и у кого ну как бы недоверие есть то есть ты не сразу например доверяешь вы туда лучше повернуть зеркало на себя не смотрите почему я хочу видеть гиперконтроль вы должны отвернуться в ту сторону вот то есть это вот такой вот массаж то есть практически без прикосновений без прикосновений да то есть я не буду тереть по вам ага и я получается прикасаюсь там где вы закройте глаза заказе вам не знаете потому что вы так не можете контролировать и если такой массаж делать но можно даже мне кажется домашних попросить если вы такой массаж будете делать периодически вот это расслабляет без терения например минут через десять через чем фишка вы получается не знаете где вас тронут и ваша вот это ваш гиперконтроль он не может это контролировать и в конце кончается гиперконтроль да да и в конце концов получается что мне вообще-то не надо скучать гиперконтроль все равно где-то когда-то надо лишь на вы что любите контролировать до вас даже камеры я смотрю тут повсюду просто я хочу сказать что например гиперконтролером сложно потому что там где не надо контролировать то есть вплоть до того что они даже в сексе контролируют все то есть сексом занимается сами таки так свет выключен так а он там что там дождь пошел а здесь кто пошел а сколько время короче ну это же ужасно мой план на завтра будильник включила или не включила а вы мужество контролируете его невозможно контролировать он не реагирует на мой контроль у него какая-то своя система координат поэтому как бы я не ну не получится круче он не реагирует а бывает такое что вы например что-то сказали или что-то сделали а потом пожалели об этом конечно каждый день конечно я жалею это хорошо то что я жалею потому что это значит у меня совесть есть ну вот например пожалели и что чувствуете я ничего пока не чувствую я люблю нормальные человеческий массаж я не умею дина ложный такой тяжелый я вообще никогда в жизни никому массаж не делала я очень много отдаю я потом плохо себя чувствую да не знаю я люблю массаж это мне кажется единственное что меня расслабляет по-настоящему классно я не знаю честно я на самом деле я вам сейчас ведь этот придумала новые этот новую услугу в вашем салоне массаж от алиэсенова массаж от алиэсенова это же не просто массаж ты еще поболтаешь целый час человеком известным блогерам еще и в сеанс психолога можно у меня уже есть диплом это кстати классная идея смотрите я не зря пришла я предлагаю алиэ теперь вы можете приходить в спа салон какао на массаж и на сеанс психотерапии ну я даже я даже на психологом вот у нас все кто отучился все уже работают а я не готова слушать вот знаете я слишком сильно подключаюсь психолог именно самое главное качество профессионализма не подключаться то есть вышел от тебя человек ты забыл и в тот момент тебя тоже не грустно если он плачет но у вас вообще есть такая цель стать психологом практикующим нету нету такой цели как бы я просто хотела для того чтобы себе разобраться для того чтобы понимать причинно-следственные связи людей посторонних если он вот так выглядит вот так себя ведет это значит вот это а если он так сейчас сделал да дальше вот так значит а это не стереотипное мышление потому что 90 процентов людей думают что вот если человек так сделал значит он такое а может быть у него просто был какой-то паз нет ну разное все все-таки в основу всех людей поведенческие мотивы они с одного места у всех ноги растут лишь одни интересно вот многие вас боятся как вы думаете почему давайте многие вы думаете почему я например знаю алюмистину абсолютно добрый открытый позитивный человек всегда не знаю у нас может быть какие-то встречи были все на позитиве боятся но мне кажется у меня такая энергетика ее много я бы не сказал что она тяжелая но ее много и многие люди боятся ну и как-то не справиться и плюс я кажусь очень достаточно непредсказуемой у меня вот опять же базовая эмоция это как бы агрессия то есть есть замирание там и так далее а у меня как бы базовая эмоция как бы больше агрессия вот и это нормально то есть это неплохо нехорошо вот но и получается что они видимо этого боятся этой непредсказуемости потому что я могу быть милой и приятной они не знают ну то есть к чему это может привести но при этом я например допустим дружу с алишером да с бейбута ну не могу сказать что дружу с иржаном раша ну знаю его до знакомых и вот вы познакомитесь я думаю что вы тоже друг другу понравится да алишер как вас зовут бейбут пригласил меня на интервью я вот скоро поеду в алмату думаю что после вашего интервью попал поделила до попаду бейбута так что монтируйте монтируйте быстрее да не она имеется ввиду что вот вы можете вот так вот онлайн с кем-нибудь там порубиться а оффлайн вы можете быть приятными ну это место беседниками вы знаете я недавно прочитала книгу 48 законов власти книга если честно не очень хорошему конечно круче да она крутая не очень хорошим учит но там есть одна глава которая для меня вот стала инсайтом то что самые лучшие друзья самые преданные друзья это твои бывшие враги потому что они всегда потом хотят доказать какие они могут быть на самом деле для тебя я не если ты их уже если ты сможешь своих врагов сделать своими друзьями они всегда будут все таки вот я такой я не такой какой и так далее понимаете алия классный массаж и я предлагаю вам эту услугу включить я тут будет стоить дорого вы же знаете сколько пятнадцать секунд сториз стоит сколько будет стоить массаж от ильи есеновой с сеансом психотерапии нет массаж я не могу я ужасно устаю я но вот этот вот точечно вообще несложный вот это тык тыкать знаете я до сих пор не установила если бы я была вну психологом я бы принимал сколько бы я взяла потому что я знаю сколько я отдаю я же импад очень большой но среднем хороший психолог стоит где-то около 100 долларов в час ну дороже я все честно потому что я меня каждый уносит почти и самое главное конечно психолога это супер конфиденциальность ну как бы я знаю столько тайн про всех и даже про вас которые я не рассказываю никому и даже вам поэтому как бы я я умею ну вы наверно их знаете но как бы может быть вам бы не хотелось этого и так далее как бы но я думаю что личная жизнь она должна быть личной и как-то ко мне не относится она то есть абсолютно а вот что касается именно каких-то проблем или может быть внутренних переживаний которых бы не хотелось может быть чтобы знала там даже твоя семья например да там твои дети или твои близкие вот об этом как-то вот мне кажется даже мне до сих пор очень сложно вот ходить психологом то есть я боюсь рассказать о своих реальных переживаниях вы боитесь потому что их заново пережить они болезненные нет я не боюсь заново вот я как раз таки хотел доверяйте кому-то определенная боюсь что это просто станет достоянием я вас понимаю вот сейчас например я пишу книгу и вот меньше всего я я готова ее там миллионным тиражом издать но почему-то меньше всего я хочу чтобы ее прочитал мой муж и когда мне много лет говорили почему-то не пишешь книгу почему-то не пишешь книгу я буду я напишу я напишу я напишу да я могу себе написать в конце уже когда уже мой мужу он молчал и когда уже мой муж спросил ещё на не пишешь книгу я говорю из-за тебя заплагала он так испугался я hago DAY вот я не хочу чтобы там как-то узнал меня именно мой муж хотя самый близкий человек я думаю я боюсь тебя он когда конкретно чего я говорю не могу объяснить но чего-то боюсь короче Потому что мы все ходим в масках, и у нас у всех есть бронь, и люди привыкли видеть нас сильными, что мы такие, знаете, все можем, мы все переживем, мы переживем всех хейтеров, всю критику, всю грязь, которая иногда на нас льется. И вот люди привыкли видеть нас такими, и когда у тебя даже есть какие-то внутренние переживания, приходится справляться как-то самой. Ну, а я, например, вижу какие внутренние переживания, примерно на какую тему у человека, ну, например, у вас там или у кого-то. У Вани. Ваня, у тебя какие-то переживания. Примерно можно понять, чуть-чуть пообщавшись с человеком, основное какое, и я стараюсь это обходить, потому что, ну, это, как бы, из точки зрения психологии неэтично, как бы туда нажимать, пока человек сам не захочет. Вот, и в итоге мой муж сказал, давай так, типа, ты пиши, пожалуйста, что бы там ни, я тебе ни одного слова не скажу. То есть ни одного слова про твою книгу я никогда не скажу, я тебе обещаю, я никак не буду оцениваться. Ну, вот, и, в общем, он меня подтолкнул, я вот сейчас написала. То есть это больше про себя, личная история какая-то, да? Да, это, как бы, личная история, ну, все равно что-то не вошло, милый мой. Все равно я боюсь. Поэтому, да, если я проживу дольше, чем он, я потом напишу после его смерти. Нет, это просто какие-то главы, которые войдут чуть позже. А сейчас я предлагаю пойти на в эти бочки. Я предлагаю новый формат интервью, не мне, а Лея Стеновой. Лиш, вы можете все свои новые шоу. Зачем вам тратиться на студии? Вот здесь вот камеры, свет и вот в бочках. И главное, на платье не надо тратиться. Не надо ни на туфли, ни на платье, знаете? И при этом вы можете трогать своего собеседника. Итак, друзья, мы едем сейчас в студию. Будем готовить с Олюшей. Олюш, будем готовить классный салатик с авокадо. А вы сами решаете, что готовить? Ну, конечно, а кто же еще должен решать? Это же моя программа. А вы все не умеют делать авокадо. Думаете, вы должны решать? Я думала, вы скажете, давай, я манки сделаю. Вы же сказали, что я гиперконтролер. Да, да. Мне было очень тяжело сейчас, потому что, знаете, после спа-салона как-то хочется ничего не делать и поехать домой спать. Но у нас впереди еще Блиц-запрос. Это второе наше задание. Отвечать нужно очень быстро. Если хочется раскрыть ответ, да, можете полноценно на него ответить. Ну, отвечаем быстро, хорошо? Хорошо. Итак, Блица просто Ильей Есеновой. Поехали. Инстаграм или Ютуб? Инстаграм. Кипр или Стамбул? Стамбул. Кипр все? Кипр это как очень-очень две звезды, а Стамбул как пять звезды. Но после вот всех ваших историй хочется наоборот в Кипр съездить. Знаете, черный пиар хорошо работает. Я имею в виду, там есть лакшери места, там казино, там есть люксовые отели. Но сам чувствуется немного, что там грязновато. Ну, немного социалки не хватает. Окей. Франция или Казахстан? Казахстан. А как же Франция? Вы же там жили. Сколько вы там жили? Ну, я там год жила и до сих пор вот как бы я туда приезжаю. Муж там живет, да? Да, он там живет. Ну, я не знаю, мне не нравится чужой менталитет. Любая страна мне не дороже нашего Казахстана, потому что я там чувствую себя какой-то приживалкой, какой-то чужой постоянно. Хотя мне никто вот напрямую ни разу мне ничего не сказал, но я постоянно чувствую себя чужой. Я помню, когда вы уезжали с супругом, с детьми, да, то есть у вас было такое намерение, вы уезжали надолго, да, пока муж будет учиться там. Но вы не выдержали, да? Я не выдержала, потому что, я говорю, опять же, мне никто ничего не делал, в принципе, на существование нам хватало, но я все время чувствую себя чужой. И мне плохо от этого. И в этот раз мне тоже в Стамбуле с казахами встречалось, они говорят, ну вот переезжай, ну почему что-то так. Я говорю, слушайте, ребят, меня любят в Казахстане. Меня любят и меня ждут. Тогда зачем мне быть там, где я никому не нужна? То есть, а в Казахстане мне хорошо. И потому, вы знаете, треть жизни прожита. Да, ну я об этом не задумывалась, кстати. Хорошо. Я хочу жить там, где меня любят. Назарбаев или Тукаев? Надо обязательно выбрать, да? Да. Ну, наверное, Назарбаев я старых уважаю. А мне нравится Тукаев. Мне не нравится он. Не нравится? Мне нравится. Харизматичный. Ну, хорошо. Харизматичный. Нет, сейчас, коротко, да, если сказать, если уже выбирать, да. То есть, я считаю, что лидер должен быть харизматичным. Сейчас мы не говорим. У нас президент наш, да, Ельбасе, конечно, он харизматичный. Он стильный человек. Но у Тукаев, он только начал приступить к своим обязанностям. Делание в этом, ребёнок, он уже рождается харизматичным или нехаризматичным. Тогда почему вы были против переименования? А какая связь? Ну, вам нравится Назарбаев? Мне не нравится Назарбаев. Я говорю, что он харизматичный. Окей, хорошо. Дальше поехали. Деньги или слава? Слава. Слава. То есть, нужна прям всеобщая народная любовь? Да, нужна. И, опять же, не для денег, и не из каких-то амбиций. Я долго анализировала. Я думаю, что детям, которым в детстве, может быть, не доставало внимания, они потом всю жизнь его ищут. Это такая рефлексия. Хочется постоянно, чтобы на тебя смотрели, чтобы тебя поддерживали, чтобы тебе говорили. Это вот когда, может, мама, папа не додала. Ну, как бы, я равнодушна к деньгам. То есть, не важно, да, сколько денег? Ну, главное, чтобы хватало, ну, типа, там, где спать, что кушать. Платье можно у вас взять на бардерах. Знаете, быть блогером вообще удобно. Хейтеры или фанаты? Ну, конечно, фанаты. Хейтеры, ну, неконструктивно. Иногда бывают, как бы, не очень приятные люди. Мне кажется, что хейтеры тоже делают свое дело. Они, на самом деле, дают больше популярности. Ну, я так не думаю. У меня, в целом, не очень много хейтеров, на самом деле. Но, знаете, как ты справляешься с критикой? У меня часто спрашивают. Мне их почему-то жаль. Потому что я понимаю, что, когда они пишут про меня, это их собственная какая-то боль. Вот где они ковыряют, там и их боль, да? Вот, поэтому как-то, ну, мне их очень жаль. И мне все время хочется номерокчик психолога им скинуть в ответ просто. Прям просто пригласить на свой сеанс. Не ко мне. Нурпиисов или Нуччи? Блин, Динара, вот это какой-то вообще вопрос. Нурпиисов, Нуччи или мой муж еще спросите? Я заметила, что Ануар, да, если сейчас, опять же, чисто вот, как бы, по, без деятельности, да, он в кадре не такой, но в нем есть мужская такая какая-то штука, какая-то сексуальность. Хотя в кадре я никогда не замечала. Когда я напротив него села, я почувствовала, он сексуальный, представляете? Не знаю, я вообще не чувствую никакой сексуальность от Ануара. Честно, удивительно, но вот именно когда мы сидели, я почувствовала это. А вот у Нуччи, да, несмотря… Мне кажется, что Ануар просто популист. Может быть, я не знаю, я сейчас, опять же, не хочу характеризовать никого. А я хочу характеризовать его. Но я хочу сказать, что, вот что я нового в нем заметила, он сексуальный. Окей, Нурписов или Нуччи? Вот, Анучи, несмотря на его манерность, да, и, может быть, не такую сексуальность в общем… В общем… Ну, смотря для кого. Да, в общем, понятном смысле не совсем, но что мне понравилось, это он очень заботливый. Хорошо, Ануар Нурписов или Нурлан Олимхаджаев? Выбираем. Я не могу, Динара, ну я не могу, я это… Я же попросила, быстро надо выбирать. Блин, ну… Они оба не в моем вкусе. Для чего? Это блиц-опрос. Нурписов или Нуччи? Быстро отвечаем. Нуччи. Нуччи. Мада или муж? Мада? Мада? А муж? Я, кстати, сказала как-то раз, когда Мада еще вела разгульный образ жизни, а мой муж такой достаточно религиозный человек. И он такой, ну что это такое? Я говорю, слушай, Айдар, каждый приходит к Богу в определенное время. Ты не знаешь, может быть, завтра она начнет на мат читать. Бросать человека в таком состоянии, с зависимостью нельзя. И ты, пожалуйста, мне, короче, ну не диктуй мне с кем мне общаться. Мне родители никогда не диктовали. Это мой выбор, короче, так же, как у нас и может… Как это называется? Гражданские позиции у нас с ним расходятся. Я сказал, ты мой муж, я, конечно, тебе подчиняюсь, но извини, у меня другой взгляд. Динара Саджан или Дольче Габбано? Нет, лучше Динара Саджан или Макс Мара, вот. Конечно, Динара Саджан, у вас дешевле. Мясо или рыба? Рыба. Я не люблю мясо. Да? Готовите сами? Готовлю, но именно мясо у меня никогда не получается. А есть дома помощницы, кто помогает? Нет, вообще никого. По дому? Нет. Последние полгода я попросила сестренок, чтобы они переехали. Они сейчас не со мной живут, но они мне по очереди помогают. А помощницы нет, нет. Я педант. То есть дома убираетесь сами, кушать готовите сами, продукты покупаете сами? Да, все я сама делаю, но как бы именно уборка. Один раз в месяц у меня приходит клининг, чтобы кровати поднять, ну там помыть, потому что мне тяжело. Но я педант, мне надо, чтобы мои вещи стояли вот даже на сантиметр не сдвинувшись. У меня даже крема вот так вот стоят в ряд на полочке. И когда сестренка переехала младшая, я ей говорю, слушай, я говорю, пойдем в туалет, она заходит, я говорю, сейчас очень странная просьба будет, ты не обращай внимания. Хорошо, просто выслушай и сделай. Она говорит, хорошо. Я говорю, свои крема можешь справа ставить и вот так вот по росту обязательно. Она говорит, хорошо. Ну я вот такой человек. А сестренка сейчас переехала к вам, да? Она у меня жила, сейчас уже съехала от меня. Путешествия или протесты? Путешествия. А как же протесты? Вы же вот на выборах. Протесты это внутреннее состояние, я же на улицу не выхожу, я могу протестовать где угодно, в интернете и так далее. Если мне надо будет, я выйду. Ну, кстати, многие подумали во время выборов, что Алия Есенова стала такой оппозиционно настроенной, чуть ли не соратник Облязова. Нет, абсолютно. То есть я особо не знаю, к чему Облязов как бы там, но как лидер он мне вообще не интересен. Вот. Ну, он смешной, короче, не знаю, он смешной. Я бы не проголосовала за лысого мужчину. Шучу, ладно. Но, как бы, смысл в том, что есть оппозиция, есть гражданская оппозиция. И я еще раз говорю, что мы с МАДой, мы не оппозиционеры. Мы готовы даже к этой власти, которая есть, но мы хотим какого-то, ну, то есть чтобы нас услышали, понимаете. Если эта власть это будет делать, пускай делает, мне без разницы, понимаете. Вот, кстати, в одном из интервью вы сказали о том, что нашей власти нынешней не хватает новой крови, да. То есть вы бы хотели быть во власти? По-честному. Знаете, в качестве, да, вот я бы хотела, да, я бы хотела быть, но в качестве, знаете, какого-то консультанта, ну, что-то вот такое, знаете, то есть не какую-то должность. Чтобы не с 7 до 10 торчать на работе, да, а иногда встречаться и что-нибудь советовать. Ювелирка или маникюр? Маникюр, боже, я же, ну, вот маникюр есть, а этот, вот, пожалуйста, маникюр, а ювелирки здесь нет, хотя много. Но без маникюра я не выхожу из дома, мои друзья знают, что если я сломала ноготь, то я не выйду из дома. Ты, кстати, ни разу не видела Люю Сенову без красивого маникюра? Это что, фетиш или что это? Пол шестого утра. Да, у меня раньше были проблемы с ногтями, я их грызла. И однажды молодой человек один, мы там с ним общались, где-то я была молодая, и мы сидели так с ним, он мне говорит, ты такая красивая, симпатичная, ухоженная девочка, все хорошо, можно один вопрос? Я говорю, можно. Он говорит, что у тебя с ногтями? И такое лицо сделал, знаете, тошнотворное. Я говорю, ну, вот так. Ну, на самом деле он сделал большое дело. Да, и я говорю, вот так, вот так, я говорю, и потом я так посидел, посидел, я говорю, почему у тебя Сарта луком гоняют? И раз, что Олья всегда мстит человеку. Он такой, ой, блин, извини, короче. Типа, я ела оливье, я говорю, ну, мы не будем целоваться. Малый бизнес или большая зарплата? Нет, ну, мне важно, чтобы интересно было, но в таком случае малый бизнес, главное, чтобы мне нравилось, интересно было. Окей, Путин или Трамп? Путин харизматичнее. Америка? В Америке не была и не тянет. Трамп смешной. Уолл-стрит или Дориджань? Я сейчас говорю про рестораны, которые вы рекламируете. Дориджань. Я, конечно, в Уолл-стрит хожу чаще, но потому что тяжелая еда в грузинском ресторане, но в Дориджане в нем есть больше души. Буржан Ашим или Айна Сейс? Буржан Ашим. Айна? Айна хорошая девочка, но Буржан харитматичная. Ирки Исмахан или Сеймо? Не знаю, кто это Сеймо. Это вот последняя победительница, она вот у Тимати выступала. Наверное, но я скажу, что мне нравится, что Ирки Исмахан маркетинг или что. Ну, в общем, она же делает. Она делает, да. У нее там 70 или 80 миллионов просмотров клипа. Она такая достаточно типичная девочка, но при этом делает. И мне последний клип очень понравился. Она сняла клип про мальчика, который в Атрау спасал с моста, спрыгнувшую в человека и сам погиб. Очень хороший клип и очень красивый. Вы вообще, кстати, как к нашей эстраде относитесь? Очень хорошо отношусь. У меня, я скажу, что 50-60% песен на моем плейлисте это казахстанские песни. Недавно познакомилась с творчеством Мархабыса бит. Очень хорошая. У нее муж композитор, она поет шикарно. И я слушаю на казахском. Вам нравятся такие фирменные? Кайрат Нуртас тоже слушаете? Тоже слушаю. Мне, кстати, кажется, что у Кайрата, у него даже сколько не песни, а голос какой-то вот такой. И песни хорошие. Не знаю, мне нравится. Мне нравится. Подиум, потому что вы были моделью, или книга? Книга. Книга. Вчера до двух часов лежал, до трех почти читал. Что читали? Новую книгу Харуки Мураками «Убийство командора». Так, ну мы уже приехали. Как раз вот все 19 вопросов. На все 19 вопросов Алия ответила. Ужасный вопрос про ночь Януара. Ну, кстати, вопросы все-таки были, мне кажется, безболезные. Беру всех. Можно мне? Друзья, мы находимся на кухне самого модного ресторана нашей столицы «Селфи». И, судя по маникюрчику Алии Сеновой, готовит она часто. Далее. Да, я даже с детей рожаю с таким маникюром. Олеж, будем перчатками пользоваться? Будем, а то сожрусь. Давайте, потому что мы находимся в селфи, и здесь, знаете, нам шеф-повар приготовил еду. И сейчас мы будем делать вид, что мы ее готовим. Нет, на самом деле мы будем ее готовить. Мы будем готовить с вами салат с персиком, с персиками и авокадо. Вот. Салат несложный, и я думаю, что у вас получится. Я вообще здесь ведущая. Я просто вот надела перчатки. А я персонал, да? А вы персонал, да. Отмазался. Да. Итак, Илюш, начинаем готовить. С чего начнем? Ну, давайте авокадо попробуем. Чистить авокадо. Вы имеете чистить авокадо? Нет. У вас кто за продуктами там ходит? Я сама. Сами куда ходите? На базар. На базар какой? Ну, на семь же есть. Я люблю алем. Алюш, вы заметили, что здесь симпатичные мужчины-повара работают в селфи? Да. Я тоже. Я уже там подошла, спросила, кто по национальности. Да? Кто по национальности? Мама, папа. Ну вот, узбек. Да? Да. Симпатичный парень? Угу. Кстати, у вас муж тоже очень симпатичный. Да. Вы его выбирали или он вас? Я его по фотографии. Да? В смысле, вас познакомили или как? Нет. Ну, я увидела фотографию у друга на компьютере. И говорю, ну, там это слайд-шоу стояло. Я говорю, это кто он? Он говорит, да, мой одногруппник, все такое. Ну, я так вспомнила, что у нас много общих знакомых. Я говорю, давай-ка ты нас технично познакомь. И он нас познакомил. И все, и вы его сразу наповал? Да. Ну, я так понимаю, что это был не единственный ваш парень. Наверное. У вас с мужчиной вообще какие были отношения до замужества? Вот, Динара, где это за вопрос? Классические отношения? Ну, то есть вы были такой… Беспонтовые отношения были со всеми. Почему? Судя по тому, что они не стали моими мужьями, да? Как бы, ну… Не, ну почему не обязательно, чтобы… Иногда бывают классные отношения до замужества. И не обязательно человек становится твоим мужем. Нет. Я сначала думала все время в молодости, что я… Я плохая. Ну, в смысле, что я некрасивая. Что я какая-то не такая. Почему именно вот там парни, с которыми какие-то отношения начинались, они почему-то всегда это скрывали. Ну, они просили меня, чтобы, как бы, никто об этом не знал. Про ваши отношения. Да, про наши отношения. И я очень стеснялась этого. А потом, когда я уже выросла, я поняла, что это было не потому, что я некрасивая и что им стыдно, а потому, что они… Они боялись сказать ему миру, что они такую, ну, ответственность на себя взяли, как бы. Они просто… У меня был парень, можно сказать, который сказал, ну, типа, у меня… Я слушала, что ты слишком сильная для меня. Я не смогу ничего тебе дать. Угу. Вот. Ну, он вот прям, он сказал так, как есть. Вот. И, ну, я сейчас, судя по тому, как он живет, он действительно не смог бы. Вот. А муж как-то отважился. Ну, вы, по-моему, быстро, да, поженились? Можно сюда? Да, мы сразу поженились. Да? То есть первая встреча, вторая встреча, третья встреча, свадьба. Ну, неприятно так, но почти. Угу. Ну, я читала пост о том, как проходила ваша свадьба. Ага. Что все было очень быстро, да? Ага. И весело. По-студенчески. Да? В кофешке. В кофешке. В кофешке. В кофешке. Вы учились в Казгу? Да. На журпаке. Нет, первое образование у меня, я налоговик по первому образованию. Ага. Это где, в Алма-Ате или в Симплатинске? В Симплатинске. Просто, ну, опять же, я не планировала всем этим заниматься, но просто бабушка мне сказала, ты давай получи нормальную профессию одну, чуть-чуть как раз подрастешь, чтобы в Алма-Ату уехать одной и так далее. Вот. И я как бы закончила налоговую на красный диплом. Три месяца даже там постажировалась, мне не понравилось. Мне сказали сережки, типа, с длинных сережек нельзя ходить. Я говорю, пошли вот. И ушла. Вот. Но я все это время, с 12 лет я работала на телевидении, и когда училась на налоговика и так далее, у меня была своя программа. На Симплатинском телеканале? А что за канал? ТВК-6. Частный наш канал, очень популярный и до сих пор очень популярный. Как-то семские вот смотрят. И тогда у нас не было ни кабельного, ни спутникового в Симплатинском. В 12 лет вы уже вели телевизионную программу? В прямом эфире. А что это было за программа? Это, знаете, вот, ну, как бы, ну, стоит, сидит ребенок, звонки в студию, ставит клипы, и каждый раз на разные темы. Ну, литература, там, любовь, школа, ну, и так далее. То есть, книги обсуждали. А почему, работая за 12 лет на телевидении, то есть, вы выбираете, там, после окончания школы профессию налоговика? Ну, я еще раз говорю, потому что, короче, мне бабушка сказала, тебе только 17 лет, и тебе, ну, как бы, рано одной ехать в… То есть, она не хотела отпускать в Алмату, да? Ну, до какого-то срока. И, как бы, ну, я решила закончить пока что налоговую. Я знала, что я поеду обязательно в Алмату, и так далее. Ну, и я понимала, что я, скорее всего, останусь. Ну, мне хотелось какое-то время дома побыть. А в Алмату вы в каком возрасте поехали? Ну, можно сказать, в 18-19. Я поступила на первый курс Казгу имени Аль-Фараби. Какой это год? Это 2006. Я уже окончила тогда. Да, да. И вы тоже учились там. Я училась в Казгу, да, да. На фокусите телерадиожурналистики училась. И после первого курса я пошла на практику, ну, это, в общем, Гала ТВ, ну, Хабар. Я знаю, да, да. На Хабар, короче. Кирилл Пашкин. Да. Пошла на практику и меня там оставили. Попросили остаться. Я им понравилась. И, ну, они сразу сказали, что у меня есть способности. Ну, я как бы в них не сомневалась, потому что с 12 лет ребенок попадает на телевидение, как бы, и я уже все умела. Вот вы часто говорите о том, в своем инстаграме о том, что вы журналист. Да. То есть вы успели поработать вот прям корреспондентом новостей или там в газетах? В новостях я никогда не работала принципиально. Угу. Потому что, ну, это, сами знаете, это вот эта гонка постоянная. И немного качества теряется. А мне кажется, что, наоборот, в новостях как раз-таки учишься. Ну, есть люди, которые, новостейщики. Ну, мне учебы хватило в прямом эфире, да? Я 100 часов в прямом эфире отвела за свое детство, да? Нет. Как раз-таки, мне кажется, в новостях учишься собирать информацию. Нет. Я сторонник более какой-то, более такой публицистической журналистики, когда у тебя уже продуманный текст, у тебя, скажем так, со всех сторон он одинаково как-то, ну, хорошо освещен и так далее. За сутки в новостях этого не сделаешь. Теряется качество. Почему? Аналитика у нас всегда были итоговые? Ну, знаете, это сейчас спор новостейщиков. Да. Где вы работали? На каких каналах? Так. Я работала на Хабаре. Семь лет. В программах о сельском хозяйстве, о здоровье, о армии и так далее. То есть это были тематические программы. Плюс я работала в журналах. Писала главную, главную, господи, как это? Ну, вот статью на обложку для журнала ДМ. Помните? Такой журнал был очень популярный. Да, да. Вероника и Асхат. Да. Привет. Тогда я столкнулась с, скажем так, селебрити, брать у них интервью, и мне очень не понравилось. Почему? Многие, большинство, кроме Нурлана Абдулина, все вели себя очень высокомерно. Потому что я девочка была молодая, но была такая же, ну, то есть я не была глупой или как-то. Но они вели себя очень высокомерно, и за кое-каких актеров, Ахан Сатаев как-то раз мне даже, я была обычным среднестатистским журналистом, но они так себя вели мерзко. Я записала это на диктофон, и, получается, я все пришла, раскодировала и отправила редактору. Говорю, ну, послушайте, что произошло в целом, да? Если есть моя вина какая-то, то пускай судить вам. А он, оказывается, взял и Ахану отправил. Ахан, видимо, ну, он такой классный молодец, потому что он прислал мне сам на почту письмо. Извинился. Да, я была молодая совсем, и он написал, что, типа, простите, пожалуйста, ну, вот этих ребят об этом интервью. Я сам попросил, короче, предпримите, ну, как бы. Но это было давно, потому что сейчас, мне кажется, люди в шоу-бизнесе, в актерской среде, они ведут себя гораздо... Ну, потому что можно, знаете, сразу же где-нибудь в инстепост поставить снятие и выложить. Хотя, хотя, недавно моя подруга брала интервью у одного моего знакомого, и она сказала, что тебе он дал интервью совершенно по-другому. То есть она прочувствовала разницу. Да. То есть вы думаете, что у наших известных людей есть... Да, есть. Даже мне говорят, что я говорю, ой, а он такой хороший, вот как вам. А мне говорят, это он при тебе хороший. И даже вплоть до того, что есть у меня человек, который мне помогает, и я прошу его, например, отвезти подарок кому-то. Ну, предположим, вам или кому-то, да. И он мне говорит, слушай, ну, Анна со мной так разговаривала, как, хотя он не водитель, но я просто его прошу друга. Она говорит, со мной так разговаривала, ну, типа, вообще. Я не поеду больше. Господи, кто у нас в Астане может так разговаривать? Вот это с нами так, видать, не разговаривают. А с остальными людьми они могут так разговаривать. А у вас бывают моменты, когда... Я, кстати, видела, вот на Кипре, да, вас довели, вывели из себя, и, то есть, угрожали, да, этим видео. То есть, вообще, легко ли у Есенова вывести из себя? Я скажу самое смешное, наверное, может быть, это плохо или хорошо. Меня мелочи могут вывести из себя. Вот мелочи. Потому что я считаю, что мелочи очень просто сделать. Но, например, если авария, кто-то умер, я не знаю, что-то пропало ценное, ну, в общем, супер критические ситуации, я, наоборот, очень спокойна. И я тот человек, который вытаскивает всех из машины, решает там по похоронам сразу же. То есть, я никогда эмоционально не покажу. В самых сложных ситуациях я всегда здравом умею. Так, Илюш, мы с вами готовим салат. У нас здесь есть микс салат. Да, у нас здесь есть, да, микс салат. Вы разбираетесь, да, в микс салатах? Посмотрите, что там у нас, расскажите. Ну, здесь шпинат. Шпинат. Салат. Угу. И эта трава... В общем, как называется травка еще раз? Салат. Травка, короче. Вся трава, которая растет в вашем огороде, просто ее... Мне кажется, у нас слишком много авокадо. Пусть будет много авокадо. Авокадо мало не бывает. Много не бывает, вернее. Говорят, что оно улучшает метаболизм, но не в моем случае. Но сейчас авокадо, кстати, очень модный такой фрукт. Мне кажется, во всех модных ресторанах обязательно есть салат с авокадо. А так как мы находимся в ресторане Selfie, здесь, кстати, вот... Давайте откроем, посмотрим, что у них здесь. Ммм, здесь и клубничка. Они нам не дали. Смотрите, почему они нам не дали клубничку? Здесь у них есть... А вдруг это нельзя показывать? Может быть, они говорят, что они на грядке ее выращивают. А вы тут полуфабрикаты достаете? Нет, здесь... В чужой кухне не копаетесь. Смотрите, здесь тумбочка холодильной. Круто. Вы, кстати, любите, да, вот вкусную еду? Ну, судя по всему. Да. Я люблю не вкусную еду, я люблю красивую еду. Да? То есть, я люблю именно... Мне нужен антураж. Я могу в рес... Ну, то есть, я могу... Главное, чтобы был ресторан. Да. Типа красивая тарелка, красивые повара и так далее. То есть, чтобы все было красиво. А что на тарелке? Без разницы. Да? Ну, по большому счету, да. Ну, если еще красиво, там, цветочек... Смотрите, как Алья очень красиво готовит. Сначала у нас, значит, мы положили... А у нас еще строчтелло же есть. Да, у нас есть строчтелло, вот сыр. И, посмотрите, сначала у нас получается зелень, затем авокадо, после у нас пошли персики. Теперь мы добавляем итальянский сыр, да? Посмотрите, какой классный лук. Как он называется? Стебулет. Это такой вот лук, знаете, он похож на пластмассовые шарики. Стеклярус. Стеклярус, да. Так, мы добавляем соус, который называется Аллагра. Это соус с лимоном и с оливковым маслом. Алюша, а правда, что вы сидели на ПП? Ну, как бы, да. Я всегда стараюсь принципов ПП придерживаться. То есть, завтрак, обед, ужин, все по калориям рассчитано? Ну, нет, нет, ПП это же не подсчет калорий. ПП это, в первую очередь, продукты, да? То есть, ну, там, экологичные, правильные, да, и так далее. Вот. То есть, ну, я всегда так. Ну, просто я говорю, то, что там мой лишний вес, это не потому, что я обжираюсь, на самом деле, потому что, ну, у меня там проблемы с щитовидкой и так далее, есть какие-то заболевания, но в целом я стараюсь всегда ПП. Но не из ПП, и люди видят, я себе позволяю колу и Red Bull. Ты тоже видела, как вы выделили колу? Да, да, да. Я вот это пью, ну, а остальное, как бы, стараюсь в целом, ну, если вот классический, там, на 90%, это больше ПП. Вообще, пробовали когда-нибудь похудеть? Да, я худела, я, как бы, вот, когда забеременела, я набрала до 116 килограмм после родов, и я скинула 40 килограмм. Это прилично. После первых родов, да. После вторых родов я опять, как бы, ну, вот, родила и поправилась, и опять начала сбрасывать вес. Но потом, получается, у меня умерла мама, и два месяца было дочке, и вот на том месте у меня остановился вес, и как раз у меня, ну, может быть, из-за стресса, я не знаю, у меня появился вот этот диагноз гипотериоз, аутоиммунотериоидит, и вот эти все дела, которые мне, вот этот вес, получается, пять лет, ну, дочке пять лет будет, он стоит у меня, один и тот же вес. Ну, и я, там, пыталась сидеть на диете, там, в спортзал ходить туда-сюда, но как-то не такой вот глобальный эффект, как раньше, вот, и поэтому… А какой у вас идеальный вес? Ну, знаете, вот, когда после первого ребенка я, например, была восемьдесят килограмм, и я, я себе нравилась, я была нормальная, то есть сорок восьмой размер – это, в принципе, я сама по себе тяжелая, вот. Мне нормально, то есть семьдесят пять, ну, типа… Ну, вообще, мне кажется, что вот самое главное – это, чтобы человеку было комфортно, да, в своем теле? Ну, сейчас вот мне немного некомфортно. Почему? Стало вдруг последние пару месяцев, я стала путешествовать, и как в путешествиях очень много ходишь, двигаешься, сами знаете… Да, да, и вы чувствуете, да? И я чувствую, потому что я смотрю, что ребята, которые со мной, например, мои ровесники, пацаны, они такие, еще ходят, да, например, а я уже устала. А вы через какое-то время устаете, да? Я уже устала, и я поняла, что это, видимо, связано с каким-то весом, потому что далеко ходить уже сложно. Поэтому… Ну, сейчас я, в общем-то, решила, что… Я опять пошла в спортзал, я обычно это не афиширую, чтобы мне потом не сказали, что ты это… Опять пошла, но сейчас я поняла, что я вот сегодня только заплатила за прием онлайн… Я не нашла хорошего врача, эндокринолога в Астане, но мне сказали, самый крутой российский эндокринолог, можно оплатить там такую какую-то баснословную сумму, и он тебе может помочь. И прямо сегодня, вот пока вас ждала, я зарегистрировала, скачала приложение, оплатила деньги, хочу попробовать, может быть, он мне как-то поможет, потому что он многим помог в России. А вот многие думают, что вы принципиально не хотите сбрасывать вес? Нет, я вообще… Как это называется? Фуд… ой, господи… Типа… Бодипозитив? Я не за бодипозитив, я против. Бодипозитив. Тут у нас, видите, кухня очень активная, друзья, потому что мы в рабочий день пришли, и у нас здесь есть симпатичные повара работают. Хватит. Очень симпатичные. В общем… Прям хочется смотреть на них. Сюда поставлю, что ли? И как бы просто я хочу сказать, что, конечно, красивое тело, оно красивое. Я сама эстет, мне нравятся красивые тела, мне нравятся красивые люди. Просто вы часто пишите и говорите о том, что вот лишний вес – это вот ваша защита. Да, это правда. Ну, это правда. А от чего защищаться? Ну, это же старый лишний вес. Сейчас уже, может быть, не от чего. А тогда было от чего. Вот. Тогда было от чего. И это же с детства, правильно? То есть, ну, какая-то вот такая вот броня и так далее, как бы… Вы же учились на психолога. Да. Мне кажется, что наверняка вот за время обучения вы как-то проработали. Я проработала и поняла. Но вес-то еще пока что старый есть на мне. Я его не смогла сбросить, потому что там кое-какие… Ну, вот… Я, кстати, недавно пересматривала видео, где вы прошлись по подиуму в моей одежде. Помните? Первый КФФ. И вот вы идете, и я думаю, вот Алия все-таки… Когда человек уверен в себе, да, то есть он идет, и он… Подача другая. На самом деле ведь, может быть, не так важно, да, как мы выглядим. Важно, что мы чувствуем. А когда мы чувствуем себя классно, нам хочется как-то еще и тело, да, там, подтянуть. Да, я чувствую себя хорошо, и поэтому вы говорите, ты пишешь, что нормально тебе. Мне действительно нормально. Но при этом я вам говорю о том, что… Но я не пропагандирую. Типа, мне нормально, будьте толстыми, вам тоже будет нормально. Нет, я за красивое тело. Так, смотрите, мы добавили зелень. Я думаю, да. Да, лук. Мы добавили… Орешки. И корень сельдерея, да. Ой, не корень, листы сельдерея. Слушайте, у нас салат очень быстро готовится. В селфи такой салат стоит, наверное, очень дорого, а он, оказывается, готовится очень быстро. Ну, массаж мы мой уже продали, теперь давайте будем продавать мои салаты. Да. Да, кстати, можно этот салат назвать салат от Алии Есеновой и продавать его теперь дороже. Тем более, он готовится очень быстро. Олюш, у нас есть третье задание. Вы помните, да, что вы сегодня весь день выполняете мои задания и выполните наказание. Мне уже страшно. А что для вас самое страшное в жизни? Предательство близких людей, которым я доверяю. Это не самое страшное. Для меня это прям… Хотелось материться. На меня это прям катастрофа. Да? Если вот я человеку там что-то делаю… Доверили, да? И все-все-все для него делала, а он берет и что-нибудь делает, и просто я… я просто валяюсь. Я уже круг свой сузила просто до каких-то невероятных размеров. Маленьких. Сколько человек сейчас в вашем кругу? Сестренок считать? Ну, сестренки – это родные люди. Вот подруг. Подруг – две. И, может, полтора друга. Две, одна из них Мадина? Да. И вторая Мадина. И вторая тоже Мадина? Ну, Мада. Мада и Мадина. Салатик у нас такой красивый. Я голодная. Может быть, добавим еще авокадо? Или будет слишком мало? Пойдите себе в тарелочку и ешьте. Я не люблю авокадо. Почему? Дайте тарелочку, мальчики. Маленькую. Такой классный салатик. Посмотрите, какой красивый салатик получился. Такой салат за пять минут. Вот помните, раньше советское время называли там салат «пятиминутка». Я, кстати, очень быстро готовлю. Да? Очень быстро. Нет, не поэтому салатку. Я могу еще горячее сделать. Итак, Алюш, салатик наш практически готов. Вы мне сейчас какой-то еще делаете, да? Салат для меня? Вам вот птички наедать, как мама говорила. Надо жениться на дюймовочке. Она кушает ползернышка в день. 180 зернышек в год. Да. На олене женитесь, она говорила. Кстати, вы часто в инстаграм говорите о своей маме. Да. И вот какие-то иногда такие вещи очень откровенные, да? То есть мама сыграла большую роль в вашем становлении. У меня складывается ощущение, что вы что-то хотели маме доказать. Нет, я ничего не хотела ей доказывать на самом деле. И большую роль, конечно, большую роль сыграла больше бабушка, чем мама. Я хотела порадовать маму. Не доказать. Ей ничего не надо было доказывать. Она все время, она очень была достаточно депрессивным человеком. Ей почему-то было грустно. Она чувствовала все время себя несчастной. Из-за этого и бабушка чувствовала как-то себя несчастной. И первая моя мотивация, почему я пошла на телевидение, почему я хорошо училась. Почему я все время что-то хотела доказать. Я хотела не доказать, а сделать. Потому что я хотела, чтобы они улыбались. Поэтому мне говорят, почему ты такой позитивный человек, всегда оптимист. Потому что я видела, что пессимизм, он ни к чему хорошему не приводит людей. И у меня многие родственники такие пессимистичные, достаточно люди неулыбчивые. А я как бы пошла от противного. И для меня важно верить во что-то, что все будет хорошо. А сестренка такая же позитивная? Она разная. Не скажу, что прям такая. Мне кажется, что вы как сестра балуете, да, свою сестренку? Ну, наверное, ей так не кажется, но мне так кажется. Мне тоже так кажется, что вы балуете ее. Не знаю. Вот я прям чувствую, когда вы с сестренкой, я вижу, что... Она однажды по секрету сказала нашей знахе, что это моя обязанность. Да? Потому что я ее сестра старшая. У нас так бабушка воспитывала. Она всегда говорила, вот Алия старшая, у вас нет отца. Алия, у вас одна мать. Ты всегда должна смотреть, помогать Юле. Это твоя обязанность. Вот, как бы. И поэтому мы умрем. Вот кто будет там за ней. Это твоя обязанность. И, как бы, она считает, что это не моя обязанность. Это же классная медсестренка, да? Да, классная. Отец отца вы так и не увидели, да? Я его знаю. В смысле, я его видела. Ну, как бы, ну, он с нами, получается, не жил никогда. Мама забеременела и, как бы, родила. Вот. Меня, ну, он приходил, типа, там. Ну, то есть был человек в вашей жизни, которого вы называли папой? Вот, ну, нет. Только вот, нет, нет. Нет, да? А вот не хватало вам отца? Я поняла, что не хватало только когда я вышла замуж и увидела, как муж моего отца с моим мужем общается, и как мой муж общается с моей дочерью. И тогда я такая думаю, вот, оказывается, от чего я была лишена. А раньше не догадывалась. Я не чувствовала, то есть есть, нет, как-то, ну, живешь, ты же привыкаешь абсолютно нормально. Вот. А когда вот я это увидела, и мне так как-то, я думаю, капец, ну вот, с чего я была обделена. И потом мне как-то жалко, мне никогда ее не жалко было, а мне в тот момент стало маму жалко. Потому что я понимала, чего и она была обделена, не имея мужа, не имея отца своего ребенка. Потому что ты, ну, как бы, твой ребенок чего-то достиг, и ты радуешься, и ты хочешь разделить. Ну вот, если рядом, да, чтобы он тоже порадовался, как мы же, либо на фотки выкладывать. И вообще сам Инстаграм, почему я создала его, потому что, когда мама умерла, в тот момент я его создала, мне хотелось поделиться, а не с кем было. Вот, то есть у сестры была своя депрессия, мы особо не общались в этот момент. И как-то, а муж был на работе, и его отвлекать нельзя было, и у меня никого не было. Ну и бабушек никого. И затем появилась просто армия подписчиков. Да, и я просто стала выкладывать все в Инстаграм. Да. Понимаете, потому что вот этого хотелось. Ну, у мамы, к сожалению, не было Инстаграма, поэтому она умерла от депрессии. А у меня есть вы, поэтому от депрессии я не умру. Алия, у нас последнее задание, я надеюсь, вы его выполните, но если вы его не выполняете, у нас есть наказание. Наказание, как правило, еще хуже, поэтому приспочтительно выбрать задание. Читайте, вслух. Позвонить Бейбуту Алибекову, узнать стоимость рекламы в его аккаунте и договориться на Барте. Реклама СПА-салона Какао за счет услуг СПА-салона. Ну, это же странно, он же в Алма-Ате. Ну, когда он часто приезжает. Он, кстати, останавливается в этом отеле. Давайте. Давайте. Мы звоним Бейбуту Алибекову. Первый раз в жизни разговариваю с ним. А если он сейчас не поднимет? Нужно, чтобы громко было погромче. Алибекову, Бейбут. Привет. Это кто? Я занят. Очень? Да. А на две секунды можно? А кто это? Талья Ясенова. А, привет. Привет. Бейбут, смотри, очень занят. Я просто хотела поговорить по поводу съемок. Ну, я просто приеду в Алма-Ату. И думала, может быть, записаться Я буду буквально там два дня Если что, я на связи Понятно, а когда? Так, я буду, получается 29-го И еще 1-го, 2-го, 3-го Ну, 4-го, но если надо, я могу Пораньше приехать или попозже уехать И так далее Так, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, да? Да, да Блин, окей, да я тоже уезжаю на 5-9 А ну на следующий Ну, давай, давай ты посмотришь Как тебе удобно будет, хорошо? Это твой телефон Бейбот, слушай, у меня этот Один вопросик, скажи, пожалуйста, а сколько Стоит реклама у тебя? Я хотела, короче, рекламу заказать Где? Ну, в аккаунте Или, да, или Может быть, мы как-то можем там Взаиморасчетов договориться Вот, просто у меня Спа-салон в Астане Вот, небольшой, короче Или, может быть, я могу тебя пригласить к себе Когда ты будешь в Астане Хорошо Может быть, лучше спишемся Потому что мы здесь по деньгам спорим Я, честно, короче, как дурачок А, там у тебя люди, да? Не, ну ты придешь ко мне Спа-салон, когда приедешь в Астану? Давай спишемся, пожалуйста Я честно, я сейчас просто неудобно Разговаривать Я измяюсь Или я перезвоню, да? Хорошо, Бейбот, хорошо, ага, давай Да, да, спасибо Ну, слушай, просто там перед ним человек сидит Бейбот Бейбот Альбекову У него есть конкретная стоимость рекламы Нет, я знаю, я тебе говорю Он сказал Передо мной сидит человек Да Мы говорим с ним о деньгах Да Я не хочу при нем Это сейчас говорить Я выгляжу сейчас Не надо Алия оправдывать Бейбот Альбекова Но он, как вы думаете, он согласен или нет? Конечно согласится Я думаю, что и нет Но мне кажется, что задание не было выполнено Потому что вы говорили о съемках и прочее-прочее Поэтому я за наказание Хорошо Сори Но у нас такая программа Хорошо Вы теперь ему после перезвоните и скажите, что вы меня засыпаете Нет, не буду перезвонить Бейбот, привет Итак, смотрите Вы задание не выполнили Потому что вам нужно было узнать стоимость его рекламы И договориться о бартере В итоге вы сказали, что он занят Он сказал Передо мной сидит человек важный Ой Я же не знаю, может он опять С Тукаевым, может, сидит отстойно Он же говорит Я о деньгах с человеком разговариваю Мне не до твоего какао Может быть он там Может ему платят опять за какое-то мнение Ну, я думаю, что Думаете? Он же сказал Важный разговор Окей Короче, задание не выполнено Поэтому сейчас Алия Будет наказана Позвоните Легбаеву Спросите размер члена Нет Будет наказана Я не кондинара Начинаю издевательство Вы еще попросите меня Я не знаю, кому Кому там А что плохого? Зачем? Она у меня Я у нее в блоке Точнее, не она у меня Она меня заблокировала В смысле, невозможно ее отметить? Ну, отметить, наверное, можно Это же наказание У нас все вот Боян тоже была возмущена Ну, я думаю, что Я не против Потому что Нами родила Я видела Хотя ее не заблокировано Мне сообщили Ну, что она родила И родила она вот 6 июня За один день до моего дня рождения Поэтому родившим женщинам Все можно Придется прорекламировать ее блог Они попросили прорекламировать блог Нами Колумбетовой Своих сториз Да, прямо сейчас Прямо сейчас? Да Странно А когда? Вы хотели Послезавтра Это наказание Бин здесь сеть не ловит Ну, потом-то будет ловить А, ну, потом Так, вы не говорите о том, что это программа Что это розыгрыш Что это пранк Вы просто говорите о том, что вот вы рекламируете блог в своих сториз Наказание прорекламировать в сториз Блог Нами Колумбетовой Почему Нами Колумбетова? Потому что у Альи Сеновой в прошлом году был какой-то конфликт Да Да Это у Нами был конфликт не у меня Сейчас, блин, зависает Как вы думаете, она будет удивлена? Я думаю, она будет рада Ребята, всем привет Короче, в общем, сегодня я хочу прорекламировать блог Нами Колумбетовой Вот он И как бы хочу поздравить ее с рождением сыночка И пожелать здоровья всей ее семье Так, сохраняем или отмечаем, да? Ну да Сейчас проверим, кстати, Нами Колумбетова заблокировала или нет Ну, она меня заблокировала Да? Ну да Мне, кстати, один раз я не могла отметить Тури Хали Тури Али Потому что выяснилось, что он меня заблокировал Что? Я не знаю Просто я не могла его ответить Алия, вы молодец Я смотрю, вы готовы ко всему Мне кажется, что у вас такой месседж вообще для Вселенной, да? То есть вы готовы ко всему Готовы и к наказаниям, и к заданиям Вы готовы проходить вот все, что вот вам для вас приготовил Всевышний, там, жизнь Я ничего не боюсь, никого не боюсь, кроме Бога Вот, и я считаю, что каждое испытание или каждая сложность Любая вещь, ты выносишь из нее самое важное Даже то, что у тебя не получилось Ты выносишь из нее очень ценный опыт Вот, всегда У меня были проекты, которые не сработали Но мне первый раз, когда не получилось Мне было очень плохо Но проигрывать я не умела И тогда вот для меня пошла, мне кажется, такая вот очень важная вещь Я поняла, что это опыт Теперь я буду знать И я научилась ценить опыт Вот последний год для меня это вот Я научилась не типа Ах, что-то произошло А я такая думала, о, ничего себе, теперь буду знать И вот по поводу проектов Надеюсь, этот будет успешным В общем, здесь у меня для вас есть подарочки Подарочки Так, если это Мину Янду Или там, я против власти, я же Нурботка Для Нурбота белая там, белая сначала Так, окей, окей Просто видите Подарок Нурбота Вау Я, кстати, была же за переименование Слушайте, классный футбол Алюша, а как это вы? Вы же против были всего На самом деле, мы сделали эти футболки Но, получается, мы что делаем? Чтобы быть в законе, мы сделали вот такими Да Кстати, а вы имеете право изображение аккорды использовать? Это же наша общая аккорда Да Короче, а потом, кто захочет, мы им помогаем и вот так перечеркиваем Вот, грамотный маркетолог, понимаете? На хайпе делают классные футболки И, ну, я бы не сказал, что прям на хайпе я делаю ради хайпи Нет, ну это же как бы сейчас актуально Да, и вот такая, она такая, более нейтральная Это вы в Киеве, да, заказывали? Нет-нет А, здесь? Да-да-да И, получается, мы вот такие футболки Здесь В общем, в Музаке на Казах Репаблик появился конкурент Сколько стоит такая футболка? 7 тысяч Алья, в общем, не сидит на месте На самом деле, вы знаете, в бизнесе Очень, очень важно делать какие-то вещи Вот такие, да, например, вещи Ситуционно, да, быстро, вот актуально Понимаете, то есть эти футболки актуальны сейчас И не будут, может быть, там актуальны Через, там, следующим летом, да Поэтому Алья молодец Их немного, всего 500 штук я сделала И не переживайте, конкурировать с вами я не буду Больше на доску я не лезу Нет, не со мной, не со мной Сакеном Казах Репаблик Нет, у меня нет такой цели постоянно это что-то продавать Но Сакен продает в большом количестве Ну, классно, я рада за него, я знаю, что его любят А можно я подарю это Ерлану Карину? Я почему-то, а он залезет? Он же, а можно у вас, подождите, какой размер? Я, у вас еще черненькая есть, да Эльку? Мне кажется, вот Музак Я могу несколько для нурботов передать Мы, нурботы, будем носить эти футболки Я вам передам отдельно для него Спасибо, Ваше И давайте попробуем наш салатик Возьмем здесь так А типа соль? Нет А соль надо добавлять? Нет, ну мне кажется, он слишком сладкий будет Нет, потому что мы же добавили вот этот соус А, ну давай еще соус А где вилки? Так, подайте нам вилочки, пожалуйста Я вот люблю такие вот какие-то Необычные салатики Можно вилки поближе? Теперь попробуем, теперь будем знать Да, вообще легкий салат Друзья, если вы любите вот такие необычные салаты Вот я обожаю вот выходить в селфи Вот просто ради, вот как вы говорите Ради красивой картинки Да, здесь красиво Красивого и вкусного салата И он еще и очень полезный Здесь пертики, авокадо, зелень Кстати, орех мы добавили грецкий, да? Какой-то интересный лук Который, наверное, нигде не продается Мне больше всего здесь сыр, Надь И очень вкусный сыр Бейбет подумал, что я идиотка Алия, разве вам важно, что подумал о вас Бейбет? Да Да? Не важно, но по крайней мере Первый раз человек звонит и несет какую-то чушь Потом ему говорят Я занят, а он все равно несет какую-то чушь Бейбет, видишь? Я с тобой поговорила и уже вот 10 минут прошло Она все равно о тебе думает Нет, я просто не люблю быть бестактной, наглой, мразью Как все думают о мне Это неправда Кстати, да, я вот сейчас обратила внимание Что вы очень тактично начали с ним говорить О съемках, о том, о съемках Ну, Динара, ну вот я с вами общаюсь Сколько мы там, 2-3 года, но не близко Я когда-то была там по отношению к вам Или к нашим знакомым бестактным На мероприятиях или где там Не нравятся хулиганы Мне нравятся люди, которые могут похулиганить И, знаете, не слишком вот такие вот принципиальные То есть вы сейчас прорекламировали нами Кулумбетову И в этом ничего страшного не Ну, я просто стою и думаю, как хорошо, что она меня заставила позанить Калибекову А не к Баяне Сентаевой Потому что я бы отказалась, я ее боюсь почитать Да? Я с ней, ну, никогда в жизни не разговаривала Я ее боюсь Я когда ее вижу, мне дикий ужас какой-то на меня нападает Я бы не стала звонить Баяночка, в следующий раз мы знаем, кому будем звонить И в следующий раз, кстати, я теперь можно напрошусь к вам в гости Домой? Да, потому что вы сказали, что у вас там все слишком идеально Вы такой перфекционист, все там тюбик к тюбику, носочек к носочку Хочется это увидеть А вы типа летучая будете носки, да, проверять? Я вот не видела ни один эфир летучий Ну, типа, я тоже не видела, но она ходит и заглядывает во всякие дырки Да, окей? Алиюш, спасибо большое Вы смотрели не Мишлен Мы сегодня приготовили вкусный салатик Сами уже его съели Обычно мы угощаем нашу съемочную группу Алия, я желаю вам удачи Желаю вам всегда быть в тренде Идти в ногу со временем Вы сделали очень крутые футболки Я готова их продавать Жалко, что их всего 500 штук И да, я готова все продавать Классно, спасибо большое За это я позвоню кому еще позвоните? Все уже, никому не надо звонить Знаете, закончились наши все наказания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому